Ну что, друзья, всем привет! Вы с Аленой, и сегодня у нас в теме с вами зависимость от мнения окружающих. Напоминаю, вы на канале с клиническим психологом, и здесь мы говорим о самом главном, о вашей психике, о вашей физике. Друзья, зависимость, посмотрите все видео про зависимость, почему это важно, потому что одна зависимость может сменяться другой. И мы сегодня с вами в этом видео прям раскроем такой вот момент для себя, который будет просто давать вам какую-то возможность понимать, что происходит, почему это происходит, для чего это происходит, и можно ли действительно как-то с этим справляться. Зависимость от чужого мнения. Вот у меня есть в консультации девочки, вот не поверите, почему девочки, я сейчас проводила марафон для девочек, да, ну девочек, кому за 30, да. Есть очень много у меня клиентов, которые с разных городов, да, с разных стран, и обращаются совершенно с разными вопросами. Кто-то обращается с вопросом выйти из зависимости, соцзависимых отношений, кто-то хочет уйти от зависимости от человека, кто-то хочет... Вообще есть столько-столько всяких вопросов, которые решает вот эта история с зависимостью, и она бывает достаточно непростая. Так вот, зависимость от мнения окружающих. Давайте вернемся к этой истории. Чем больше, чем лучше, чем сильнее у вас какая-либо зависимость, тем сложнее вам апеллировать вообще, собственно говоря, своей жизнью. Что это значит? Это значит, что если вы входите в какое-то состояние кризиса, какого-то состояния стресса, у вас появляется аддиктивное поведение, и вы привязываетесь к человеку, привязываетесь к его мнению. Кто обычно склонен к этой истории? Обычно к этой истории склонны люди, которые очень тревожные, люди, которые не управляют до конца своей жизнью, люди, которые стрессуют, люди, которые ищут помощи и поддержки у других. И им очень-очень сложно решиться на реальные действия, на реальную такую историю, которая будет работать в их жизни. Что это значит? Это значит, что если человек хочет, хочет действительно получать в своей жизни какой-либо хороший качественный результат, то ему придется научиться выбирать всегда себя. Обычный человек с неврозом, с повышенной тревожностью, с повышенным возбуждением, он очень сензитивен, что это значит? Чувствителен он очень. И его легко столкнуть с какого-то пути. И если вы относитесь к таким людям, вы очень легко поддаетесь, как какая-то спичка, которая зажигается чужим каким-то мнением. И вам нужен обязательно кто-то другой, который вас защитит, услышит, прослушает, даст вам какую-то энергию, как-то вас раскрепостит, как-то вам поможет. Но вы ищете другого для того, чтобы закрыть какие-то свои качественные моменты, которые у вас не до конца срабатывают. И я бы сказала, что если вы хотите, то вы можете выйти из этой истории. Как справляться? Если вы чувствуете, что человек, который с вами, который с вами в отношениях, он... Ухожу от темы, но сейчас вернусь. Если он как-то вам неприятен, то вы можете научиться заявлять о том, что не нравишься, мне с тобой страшно, мне с тобой тревожно. И это нормально. Зависимые отношения появляются тогда, когда вы не уверены в себе, когда вы не можете говорить о себе, когда вы не можете сказать, что, черт возьми, не нравится мне, что ты делаешь, уйди отсюда! И многие так боятся сказать. И это же, это же не культурно, это же абсурдно, но на самом деле это же реально, это же... Понимаете, да? Думаю, понимаете. Следующий момент, друзья. Если вы хотите в своей жизни получать удовольствие от всего, что вы создаете, от всего, что вы получаете, вам важно будет управлять своим вниманием. И это значит, я позволяю себе вот это делать, вот этого я не позволяю себе делать, вот сюда я иду, вот это я ем, вот это я пью, вот это я создаю, вот с этим я общаюсь, вот это сложно. И ведь когда-то это ты не делаешь, тебе нужен обязательно кто-то другой, кто за тебя решит, кто подскажет, кто направит, кто выберет. Ты ищешь защиту, но самая главная защита это ты, 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 это как бы, ну вот есть Господь, да, истец, и ты тоже, истец своей жизни, ты, ты идешь. И если тебе нужен кто-то другой, то ты обязательно попадаешь в кабалу невроза. Это просто, ну когда ты бежишь за другим, когда ты понимаешь, что ну не то, совсем не то, не происходит того, что нужно, то просто-просто боль. Просто боль, и это боль, не боль роста, а боль печали, в которой ты находишься. Ты на канале с психотерапевтом Аленой, здесь мы с тобой говорим о самом главном, о твоей психике, о твоей физике. И если ты хочешь выйти из созависимых отношений, тебе нужно поработать со своей самооценкой, поработать над тем, что ты хочешь, над тем, что ты можешь, над тем, что ты умеешь. Научиться говорить «я», научиться отказываться, научиться принимать, что ты не идеальный, научиться выходить из собственного кризиса, вытаскивать тебя за уши, когда у тебя начинается депрессия, научиться говорить жизни «да», если тебе что-то предлагают. И тогда ты не будешь привязываться ни к мужчине, ни к женщине, ни к кому. И созависимость порождается при условии недоразвитой личностной структуры. И здесь мы говорим про ту личность, которую ты должен создавать сам. Ты на канале с психотерапевтом Аленой, здесь мы говорим о самом главном, о твоей психике, о твоей физике, о твоем состоянии и о твоих внутренних возможностях. Надеюсь, видео было тебе полезным, ты отметишь его комментарием и приходи в консультации.